Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1169. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61 стихи. Гордые крайне ругались надо мною, Но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мной при виде нечестивых, Оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, Но я не забывал закона Твоего. И наше объявление. Умерла сестра. Решили детям создать фонд. Подробные ролики, как похороны были. И есть желание у людей помочь. Сказали, вы дайте данные, может кто-то и поможет. Знаете, как все сделано? По совету, никуда ли, ни под каким видом не рублю не ушел. Юрий Соболев. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за беседу. Это всегда польза и самое, наверное, важное время в жизни посидеть у ваших ног и послушать вас. Сейчас работаю над ним материалом. Вот что обнаружил в монографии митрополита Илариона Алпеева, посвященной Симеону Новому Богослову. В своем послании об исповеди, где он утверждает, что епископы и священники, которые становятся плотскими, сластолюбивыми, славолюбивыми и склонными к ересям, лишаются божественной благодати и власти отпускать грехи. О клире своего времени Симеон высказывается следующим образом. Итак, ни монахам по внешнему облику, ни рукоположенным и включенным в степи священства, ни удостойным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет, ибо им дозволено только священно действовать. И это только тем, кто из священников, архиереев и монахов, может быть сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту. Интересно, вот если бы это священники-то все говорили, нет, вот даже не так, он связанный лежит под скамейкой, ангел совершает литургию вместо него. А то кто писал? Баснописец. Его звали Дмитрий Ростовский. Сколько же он написал, я читал все его 12 томов, насчитывал на пленку, они стандартные, один с одного, кажется, переписывал и все, и слова одинаковые. Соответствуют ли эти мысли традиционному учению православной церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, следует, во-первых, пояснить, что Симеон, хотя и упоминает священное действие, в первую очередь имеет в виду таинство исповеди. Духовное руководство, включающее в себя совершение исповеди, рассматривается им как харизматическое служение, это центральная мысль его первого послания, а также и многие другие сочинения. Симеон не столько ставит под вопрос действительно таинств, совершаемых недостойными священниками, сколько настаивает на необходимости для человека получить особое призвание от Бога, прежде чем возьмется за служение духовного отцовства. Главное, какие слова, говорит, подводит. Не столько, сколько, вот это вот, ну все-таки говорит об этом, не столько, сколько, тоже вот это все изворотили. Иными словами, власть вязать и решить не дается автоматически всякому, кто был рукоположен в стан священника. Ее требуется стяжать посредством нравственной чистоты и духовного опыта. Значит, людям-то как это знать? У него ничего нет, он живет в Бендравстена, там какой-то гомик, садамит, еще что-то делает, смертные грехи. А человек-то приехал из деревни, он его первый раз видит, батюшка, батюшка, и тут сбили одну бабушку тогда, ногами, если не затоптали. Так она дома рассказывает, ой, я перевернулась два раза на полу, и к ногам священник, и прямо задела их, благодать-то какая. Благодать мне неоткуда взять, вот это. И вот место, но очень-очень-очень важно у преподобного Симеона, как невозможно спастись никому, кто не крестил сабадой и духом. То есть не погружался, а никого не погружает сейчас. Так и согрешающему после крещения это невозможно, если не крестится свыше и не возродится. Крестится свыше, да сегодня понятия до патриарха никто не имеет об этом. Кто не осознает крещение, которым в младенчестве крестился, но лишь принимает его на веру и десятками тысяч грехов его смывает, отвергая при этом второе крещение. Я говорю о крещении, которое через Духа, свыше, по человеколюбию Божию, подается взыскующим его при помощи покаяния. Тот, как сможет иным образом получить спасение? Никак. Это интересно. Симеон Новый Богослов. Я считал как-то, архиепископ Василий Брестельский, он многое переводил и говорит, впереди нас прошли переводчики. И вот Феофан Затворник переводил. И когда дошел до этих мест, он перестал переводить. Прямо сделал пропуск, там несколько статей. Почему? Потому что это посеет в людях отчаяние. Он добрый такой, Феофан Затворник. Богослов, Симеон-то это грубый человек. Ну, что сделаешь с него, Симеон? Вот такое рассуждение напрашивается. И как придумали, что экономия, новые слова, то есть подряд всех, мощит, машет руками. И связи с Богом никакой. Меня особенно трогает тот священник. Прямо в открытую стоит и говорит, меня называют по имени, по отчеству или как. И клянет. Лыжет напропалую. А наши там люди были и говорят, мы чуть ему не закрещали. Да ты же врешь, батька. Потому что ничего этого нету. Ну, и еще не сделаешь. Встречаемся с ним. Батька, ты же говорил это, говорил. Ну, а как? Да вот так вот ошибся и сказали. Ну, ты ошибся, это понятно. Я же не настаиваю на том, чтобы тебя задушить или что-то. Ну, ты руки же поднимал, у престола стоял. Поднимал руки? Ну, да. Ну, почему же тебя молния-то не ударила-то? Почему тебя гром-то не поразил-то, что ты лжешь стоишь? У алтаря. Тебя связи-то с Богом нету. Бог бы обязательно положил тебе на сердце-то. У меня икон нету, мы не признаем Божью Матерь. Ты же говорил. А почему им так преподают? Тропоретные мозги пропитые. Все стребролюбие затмило свет. Я говорю, отец Николай, ну, нехорошо это. Понимаете, как? Молчит сидит. Другого посадили. Отец Владимир Скитманова. Фамилия его Суртаев. Если кто не верит в это. Алтайский край. А я-то в это время сотрудничаю с тюрьмой. И я его там вижу. Владимир, я подошел. У вас тут, говорят, священник сидит. Один отбился. Володька, иди сюда. Тут же сидит один Зосима. Зосима за совращение малолетних. Зосима. Зосима. Я говорю, тут, говорят, еще кто-то есть священник. Он отбился. Это он Мишка. Мишка, с вас сидит, спишь, целыми днями. Иди, к тебе пришли он. То есть, он для них Мишка. Мышка просто. Вот что интересно. В русском народе есть такая пословица. Папай в рогушке, видать. То есть, он закрылся. Другой одежды, а все равно люди почувствуют. Я могу говорить, имея некоторый опыт, вот в тюрьме, в камере. Я молюсь все время ей. И меня никто не называл никак, а только отец Игнатий. Я говорю, я не священник. Ну, брось ты, что-то тебя не видно, что ли, ты. То есть, я не могу отбиться от этого. А здесь наоборот. Он, яромонахов, он никто. Никто. И второй такой же. Тоже сребролюбие погубило. Погубило, а я пошел ходатайствовать за него. В епархию, чтобы они забрали квартиру, машину ему купили в Кытманово. А он их на жену перевел, да и проще. Ну, жена узнала, сестра его узнала в городе. Я вел занятия в АГТУ, Алтайский государственный технический университет. И она стала ходить. Хорошая такая сестра, чем-то похожа на Ольгу Симоненко. Я передачи ему ношу туда. Ну, передачи такие, которые разрешенные. Передачи-то раз в месяц положено. Охота что-то еще раньше дать. Но я иду уже не один по камерам, а со мной идет охранник. Дубаки, как называют их. Ну, и передачи. Что-то такое. Почитать там, допустим. А не то, что я ему там еды даю. Ну, вот его ходил ходатайствовал. Писал письма в Краевую прокуратуру. Генеральную в Москве. Его освободили вдруг. А срок-то наканчали здоровый. И он вышел. И вот мы идем с ним и разговариваем. По нашей улице стал ходить к нам молиться в храм. Я говорю, вы говорили людям, что у нас нет икон? Говорил. Ну, а ты же знал, что есть? Да, конечно, знал. А зачем же говорил? А чтоб люди к вам не ходили? Я так ахнул. Ходили или не ходили-то. Это на спасение-то не влияет на твое. Влияет то, что ты говоришь. Вот это вот. Как же ты мог говорить-то, когда неправда, притом знал? Ну, бывает, кто-то не знал. А ты рядом живешь, сосед. И ты знал. Ты говорил им, что у нас епископа нету? Ну, да. Ну, вот епископа-то приезжает. Да знаю, приезжает. Ну, говорил. А зачем? Ну, чтобы к вам люди не ходили. То есть он ревнует о деле Божьем. А на самом деле он его и не знает. Разохотился крестить в полное погружение, построить купель. Я ему говорю, ну, ладно, строишь ты там купель. Ну, допустим, неделя-то уйдет, да больше. Ну, вот так люди ждать будут или нет. Ну, ты сейчас вот возвращаешься из Потеряевки, и там машины стоят. Сказали, что ты скоро приедешь. Надо крестить. Ты будешь и так вот в ладошке, ну, а как? Иначе архиерея накапают на меня, и меня вообще выгонят. А, ты включил в себя, что только ты поп, и больше по-другому никак и не спасешься. Но с тебя-то строже взыскание-то. Давно уже говорю об этом. Понял, не понял. Дальше разговариваем. Ты говорил, что у нас Божью Матерь не посчитают, епископа нет. Да, говорил. Ну, а ты же, епископ. Да, вижу. Дурак, я что, говорил. Ну, дурак-то, дурак. Ты перед надолго покаяния-то не принес. Ты очень умный. Слава тебе, Господи, слава тебе, Галина. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. А рассуждаю над забаном. Сейчас, рулетки и роликом номер такой-то. Прихожу к выводу. Что Бог вывесил свой шлагбаум. Продолжение ваших диалогов среди безбожников и блудных сыновей. Стуканул кто-то. Вот она уже знает и другой пишет. Все, развод вам. Ну, почему же вы не помолились-то? И Господь бы ответил. Вот как получили письмо и, знаете, еще не знают. Все уже, все разводы. А я после этого написал 8 роликов в этот же день. Сегодня вот, до обеда и вчера. Сразу нашелся Сергей Евгеньев, Тушенко. Все меня выставил, на ноги поставил. Спасибо, Господи. А тут прямо уже все, уже Бог сказать. Бог вывесил свой шлагбаум. Ну, откуда же вам знать-то, что это Бог вывесил-то? А из-за чего? Из-за того, что я показал на бумаге написано. Люди переспрашивают. Как? Как? Фамилию не могут написать. Я-то на бумаге написал. Им говорю, вот, смотри, как написано. Лапкин, Игнатий. В Библии. Во свете Библии это все выставили. Это у них считается нарушением. И они забанили там намного. Забанили, закрыли. Вне закона меня посчитали. Ну, им туда писать. Вот сейчас говорят, можно написать. Там никогда не разблокируй. Там мне сразу другой чат открыли. А он такой же. Такие же блудники, такие же наркоманы сидят. Мастершинники. Как будто никуда не уходил. Вот так. Стуканул кто-то. Ну, конечно. Вы же знаете, у вас по-прежнему. Не отпустили. И зорко следят всех мамонисты. Разрушающая нравственность нашего народа за вашими выступлениями. Знаю. Знаю, что масоны следят в Великобритании и других мест. Приходит время лесомерных улыбок и двойных стандартов и прессует мозг, особенно молодым. Пример. В крупнейшем торговом центре нашего города 154 тысячи квадратных метров акций православных сестер милосердия не разрешают, ссылаясь на свою толерантность. А Хэллоуин проводят широко. Господи, научи оправданием твоим. Ваше решение понятно. Помолимся. В конце концов, брат Володя может выйти из своего имени на этот ресурс, если считаете неверным, оплачивать, разбомбировать, чтобы менять 300 рублей за правду. Посмотрю сейчас на сайт и напишу. Владимир Путин, Дмитрий Медведев в Твиттере свободно обитают. Напишите коротко им о своей помощи молодым блудникам. С Богом. Вот про такое дело. Мир вам. Посмотрел о методике горазбанном. Возможно разбаниться и без оплаты, чтобы сняли запрещение. Попробовать там 300 рублей за 10 секунд разбанить. 300 рублей. Да я ж что буду давать-то. За что? Я прям помогаю вам маленько очистить этот чат от блудников и прочей мерзости. Я же должен платить. Можно. Вы наберите в поисковике своего браузера. Разбанить в чарт-люлетке, действовать по инструкции. А вот получится. И больше никаких рекламных плакатиков предлагаю на белой майке крупной термопечатью нанести свое имя и фамилию и сидеть в этих майках с Богом. Ну, не знаю, я ничего не стал делать, ни любви это такое. Ну, наши люди затащили меня сюда. Леонид пишет, сатана демонстрирует, как он многолик. Но даже Сын Божий доказал ему основанием Святого Писания, что он не прав. Арам, лучше заплатить эти деньги нуждающимся, только не сатане, а его службе. Спаси Христос. Зачем же я пойду? 300-то рубля, это же немало для меня сумма. При пенсии 8141 рубля 33 копейки. За 35 лет стажа работы. Арам, вы бы еще с Библии по ближайшему дому сходили. Ну, я это и делаю. Это не насмешка. Виталий, монах, ходил, его схватили. К блудницам ходил и избили до полусмерти. А потом оказалось, что он проповедовал, там блудницы обращались. И когда он уже стал уходить совсем, в это время все блудницы собрались, когда он умер, и провожали его. Тогда только и патриарх узнал Арам. Сергей Игнатов, спаси Христос. Умение формулировать свои мысли – тоже дар Божий, который нужно в себе развивать. А Роману Фроликову, извини, если фамилию не так написал, нужно подучиться грамотно и логически излагать свои мысли. У нас в Украине обратили внимание, что мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу, иногда так ляпнет языком, что уши закрывай. Ибо не поймешь, что он хотел сказать. Рахиль, вы на территорию врага зашли. Но он тут и старается убрать проповедников Христовых. Наталья, Сергей Астахов. Вот послушайтесь, прочитайте. А Роман Фроликов освещает. 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 Вот послушайте, как она вспоминает отец, у нее голубей тоже любил. По порядку считать я специально провожу, считать мне неудобно. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...